За двое суток парням придется освоить азы армейской жизни. Начинается все с обучения строевому шагу. Ну и какой же марш без песни. Сон в казарме, обед в столовой. Здесь мама не поправит подушку и не положит кусочек повкуснее. Пока не было ничего страшного. Физически вроде крепким, здоровым. Остальное увидим. Я бы хотел научиться стрелять. Там тактики боя. Ну а также первичная подготовка к армейской жизни. Но я хочу в спецвойска. Там спецназ или ВДВ. В роли сержантов курсант юридического института ВСИН. Говорят, особенно на воспитанников не ряпнешь. Дети все-таки. С командой упал, отжался тоже лучше не перебарщивать. Самое главное дать основы. Как быстро заправлять кровать, разбирать автомат Калашникова. И ходить в туалет коллективно, а не когда захочешь. Самое главное это дисциплина. Научить учащегося быть дисциплинированным, а не таким, какие на улице ходят в настоящее время. Чтобы прочувствовали и поняли, что есть что-то интересное, кроме того, чтобы курить, пить, драться на улице. Ребятам предстоят марш-броски, метание гранат, стрельба и многие другие прелести армейской жизни. Посмотрят, что это вообще такое. Пощепы службы в армии, жить в казарме. Подчиняться четкому распорядку дня. Конечно, здесь не жестокая муштра. Но все-таки это достаточно дисциплинированное, упорядоченное, четкое проведение времени. Познакомили школьников и со спецтехникой. Бойцы спецназа продемонстрировали свою гордость – бронированную машину «Выстрел». Будущие солдаты российской армии заметили – здесь комфортней и интересней, чем в папином автомобиле. Боевая машина «Выстрел» может выдерживать попадание крупнокалиберного пулемета и снайперской винтовки. Вмещает 10 пассажиров. Может преодолеть препятствия полметра. И может форсировать неглубокую речку. Кстати, машина есть в продаже в гражданском варианте, в свободной продаже. Но наши школьники смогут поуправлять ею только через два года. Причем исключительно в армейском варианте. Цель военно-полевых сборов – не напугать трудностями и лишениями, а заинтересовать. Поэтому распорядок дня здесь довольно демократичный. Несмотря на подъем в 6 утра, вечером будущим воинам предстоит еще одно испытание – дискотека. Алексей Захаров, Валерий Шаронин. События.